Ну что ж, друзья, мы начинаем наш первый день плей-офф-стадии Beyond the Summit League, которая проходит в Азиатском регионе, конкретно на этом канале. И здесь у нас будет противостояние сетки лузеров. Две бестов три серии на сегодня, и первая из них — это BoomID против Signal Ultra. Но тут, конечно, такая интригующая, так сказать, серия, потому что на самом-то деле здесь не то чтобы плотно выступили BoomID, они, конечно же, безусловно, и фавориты этого турнира, вот это вот все, но у них очень и очень неудачно прошло все, что касалось группы. Они крали ничьих, и за счет, в принципе, большого количества ничьих у них получилось в лузера выбиться. Но Signal Ultra — это отдельно вообще разговор, потому что у них еще хуже ситуация. Они показали себя отвратительно, они чудом вышли из группы, и буквально на переигровках у них это получилось сделать, так что здесь ситуация еще хуже в их сторону. У нас там складывалось как раз-таки между BoomID, Among Us и Signal'ами отчасти история. Signal'ы у нас проиграли обе встречи со счетом 2-0 вчера. Да, этого им все равно хватило, чтобы в лузера попасть. Боже ж ты мой. И это, да, интригует, интригует. Но, в общем, здесь у нас будет история уже, соответственно, на вылет, так как это лузера. Будем наблюдать за тем, что покажет у нас команда Signal Ultra здесь. Ну, я думаю, что, конечно же, по-хорошему 2-0 должны будем Esports закрывать, но вот из-за того, что они себя показывали крайне неудачно с точки зрения группы, я думаю, что имеет место вполне себе варианты с тремя картами. Так что будем смотреть и наблюдать, пока у нас ситуация такая, то что распик уже начался со Snapfire от Signal Ultra. Слышала то, что она безумная мета в Азии. Она в целом везде уже стала метой, и даже Кор-бабка стала метой из-за ее аганима, который всем очень полюбился. И можно под этот аганим какую-нибудь хорошую инициацию сделать. Сейчас вот пока еще нет таких героев, которых хотелось бы заплевывать, но, возможно, эта бабка у нас еще найдет себе парочку. Ну, тут она, очевидно, в любом случае будет как минимум четверкой, может даже тройкой, может даже мид, и поэтому у нее с аганимом точно будет ситуация складываться, деньги на это будут. Но как-то у нас обрисуется у Signal'ов, мы еще посмотрим. Огрмаг, в принципе, тоже хороший лейнг-саппорт, под него можно придумать что-то, чтобы убивать. Хотя в последнее время смотрю все чаще на Огрмагов, которые просто игнорируют Ignite, качают Fire Blast и Blood Lust. И не знаю, как на это реагировать, потому что с таким сетапом на линии далеко не всегда далеко едешь. Мираны и Тайтхантер со стороны команды Boom Esports решили так вот рано Мирану открыть. Это ладно, а вот Тайтхантер почему так показался, это интересно. Возможно, это какая-то ответочка насчет Огрмага, чтобы ты очковаться не думал. Попытаешься это сделать, получишь якор в лицо. Тоже неприятно звучит, как минимум. Но это мы увидим. Пока вроде как это вот у нас уже организованная сложная линия, получила Субум Esports. Мирану выше четверки нынче не ставят. Ну и она в целом-то тоже может там и на мид иной раз погулять, и на триплу стянуться на первую кровь, и еще что-то сделать. Можно даже на мид придумать что-то такое из мидеров, что будет под нее хорошо стакаться. То есть то, подо что можно кинуть стрелу, какой-то контроль, абсолютно любой. Условно говоря, там Эмберспирит, возможно, там какой-нибудь ДК, которого здесь, я смотрю, сильно уважают. Но это все пока у нас будет открываться. Ждем-с. Антимаг забанили. Интересно. Антимаг, не знаю, на сколько у Сигналов заезжал. Он тут пару раз был. На этой лиге на моих глазах у него был нулевой процент винрейта. Ммм, андаинг. Хорошая пятерка. В принципе, с большой вероятностью может именно силач на харде оказаться. Бабка там как минимум будет. И еще плюс кто-то. И андаинг одну бабку уже, в принципе, неплохо погонять может. Она силач. Она страдает от того, что андаинг у нее силушку выкачивает. И она там будет разве что на магических скиллах своих пытаться жить и не умереть от того, что выкачали слишком много силы. Но вот теперь у нас Сигналы будут брать себе уже что-то из кор-позиции, наконец. Скорее всего, харду все-таки у нас бы мы свое показали. Или даже можно на легкую линию как раз-таки дооформить, потому что баны у нас тут относительно легких линий начинают активизироваться. Бумы уже два кэри забанили. Это у нас и лайфстиллер, и антимаг. Ну, Манкикинг в теории тоже мог бы на легкую линию пойти, но в Азии уж не знаю, насколько это работает. Это вообще очень ситуативная штука, потому что частенько-то у нас только какие-то конкретные исполнители любят такое делать. Типа с Эммибоя в Америке. Вот как раз-таки герой, которым можно плюнуть, и герой, который в целом-то тоже силач. То есть против андайинга там, я думаю, будет сложновато местами, но почему бы и нет. Спиктрапа является. При удачных раскладах она может за счет хаунта выйти из арены. Это неплохо. Такой стабильный лейткэрри, под нее контроля довольно много. Хотелось бы еще какого-то активного мидера для того, чтобы можно было ей достаточное количество спейса организовать. Но она доджит и бабку, она доджит и Марса. То есть при хорошем раскладе она здесь в целом-то не должна умирать, при том, что напикали сигнал ультра. Но хороший момент, тем более, что подванили таких хороших героев против нее, и лайфстилеры, и антимаг. Надо брать что-то такое потяжелее, конечно. Возможно, какой-нибудь лансер, его в Азии любят. Морфлинг. Да, тоже как раз-таки. Хороший лейткэрри, в хороших руках может много грязи сделать. С огрмагом вполне себе реально им убивать. Хотя тут проблема с убийствами просто потому, что не самые убиваемые персонажи в харде у бумов. И Эмирана отскочит, и Тайтхантер может оказаться слишком крепок. Но когда как. Иногда бывает то, что настолько отвратительно харду парни стоят, то, что это можно убить. Но с точки зрения все-таки того, что у нас здесь происходит, я в бумов верю чуточку больше. Хотя, опять же, я не особо-то наблюдала за Азией в групповой стадии, и однозначных выводов сделать не могу. Но сливали они иногда то, что просто невозможно слить. Поэтому буду держать руку на пульсе. Узнавать, жили вы они. Так, и что у нас тут? Пак напоследок забанили. Спирит, скорее всего, какой-то появится от Сигнал Ультра. Вайпера убрали. Ну да, неприятный герой против Спектры, да и против Тайтхантера тоже. Вполне себе. Реальный расклад, что его могут пикнуть, и стоит убирать. Но этот Бан Пака, мне кажется, что здесь все-таки Эмбер какой-то на мид должен залетать. Маг Прокаста хочется немного побольше. Конечно, там и под Марфа, чтобы под его Эзериал это ложилось. И чтобы Марс у нас тут мог как-то в варенье получить поддержку с воздуха. А, Квапа. Ну да, тоже Пригун, в принципе, тоже Пака боится в этом плане. Редко в последнее время эту Мадаму видно, но она все-таки остается сильным Прокастером. И Шторм от Boom Esports. Тоже такой не самый метовый герой в Америке, который я смотрела гораздо больше. Но вот просто его редко берут. Просто редко берут. И это не сказать, что вина этого Шторма. Это скорее от отсутствия исполнителей такое появляется. Это Китай? Нет, это Азия, ребят. Юго-Восточная Азия. Но вот как раз-таки из-за того, что сижу одна, я, слава тебе Господи, могу и чатик почитать. Это тоже довольно интересно. Так, посмотрим, что наш партнер Вулканбет на этот счет говорит. Когда плохо шаришь за команды, насколько все плохо, частенько КФ помогает просто понять, насколько действительно одна команда другой опережает. И на первую карту уже смотрю коэффициент. У нас 1.33 на Бумов и 3.14 на Сигнал Ультра. Ну, то есть, действительно, префам такой коэффициент дать, это означает, что Сигналов тут вообще верить не стоит особенно. Но вот, на мой взгляд, Бумы могут и подзакинуть местами. Я сейчас хочу даже посмотреть, какой коэффициент на 2.1. Ну, 2.1 Бумы конкретно, чтобы побеждали. Потому что вот то, что они могут отдать одну карту в серии, на мой взгляд, вполне реально. О, тут вообще почти четверка коэффициент. Вол. Ну, увидим тогда уж на протяжении этой Best of 3, насколько тут у нас позиция королей ничьих у Бумов закрепится. Потому что, все-таки я повторюсь, у нас Бумы проигрывали против аутсайдеров. Они очень плохим командам, которые, по сути, повлетали. Там еще самые-самые такие помойные моменты. Они проигрывали. Не всегда они фаворитам отдавали карты, а очень часто это было конкретно у аутсайдеров. Тинси, причем они со счетом 2.0 выиграли в группе. А вот, допустим, Арми Джинниусус, который вообще ни одной встречи не выиграл в рамках групповой стадии, они им карту отдали. То есть здесь очень шаткая ситуация. Я бы не рубила с плеча. Но пик Бумов мне нравится, конечно же. Хотя, по сути-то, у нас неплохо надрафтили Сигнал Ультра. Ну, насчет этой Квапы еще вопросы. Все-таки недаром ее перестали брать. Не факт, что она просто работает. У нас тут Дайр Тайетовский, Тайд Хантер. Поэтому, ребята, давайте смотреть и уже по ходу дела разберемся, во что нам тут верить, во что не верить. Я лично ни во что не верю и никого не жду. Вот так вот скажем. В победителях этой серии всякое может случиться. Но если Сигнал Ультра пройдет дальше, то это легчайшая сетка лозеров для каких-нибудь 496-х или неонов. Уж фиг знает, кто там между ними разберется. Но там более равная встреча должна быть по-хорошему. Там-то как раз-таки может 2-1 группа быть и полноценная. А М только в пабе годен. Нет, 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 не скажи, не скажи. У него всякое бывает, но в хороших руках он как керри хорош тем, что он просто из любой, даже самой патовой ситуации может вынести себе фарм, потому что очень мобильный, может перемещаться даже безболезненно во вражеских лесах, где-нибудь по линиям сплитить. Его трудно поймать, его трудно подцепить. И за счет этого он может вытаскивать частенько. Но бывает ситуация, когда все-таки темп фарма у него не задался, тогда он становится такой себе ситуацией. Я даже, если честно, не могу сказать, кто из таких хардкэрри на данный момент не мета, потому что всех плюс-минус пикают, всех плюс-минус используют. Лансер разве что немного подушел, он как-то раньше чаще появлялся. Его можно было видеть вообще в каждой божьей серии. Не то чтобы в карте, но можно даже сказать, что он в банах, терапиках почти во всех картах фигурировал. Но сейчас про него немножечко подзабыли. Сейчас вот скорее больше эры таких вот спектр, морфов и лайфстилеров. Даже скорее вот именно лайфстилеров, потому что спектра тоже с тех пор, как переработали некрачей, потом и барабаны стала не такая супер популярная. Но здесь у нас будет по рецепту Eternal Envy собираться спектра. Она будет через Blood Mail идти уже, судя по ее Quick Buy. Тоже хороший вариант. Как раз-таки помогает подраться иной раз успешно. И помимо этого фарм ускоряет. Так что в принципе выбор хороший, достаточно метовый. Ясное дело, от некрачей на нее уже давно-давно отказались. От Радика тем более. И собирают вот именно Blood Mail чаще всего. А тем временем у нас Марфа с мели. Я так понимаю, в него стрелы и попали. Нет первая кровь для команды Boom Esports. Очень-очень фигово то, что так получилось для Марфа. Надо бы ему как-то возвращаться обратно, потому что крипов он скипает. Дай боже, сколько уже. Так, вот так вот давайте расставимся по крипстатам. И что у нас здесь можно будет рассмотреть? Undying уже 8 силушки откачал. Богатырского уже 12. В первую очередь Марса пытается заряжать, чтобы он не подходил. Все-таки он мили и лишнюю тычку схватить он вполне себе с большей вероятностью может. И KissCute отрабатывает. Отрабатывает 16 сил. И сам уже жирненький такой на 1000 хп практически, как с куста. А Ванта может и погибнуть, но Дремоцилл уже закинул свое копье, поэтому уже не хватает просто демажа, которые можно по нему прописать. А на миде, на миде ситуация у Квапы тяжелая и забирает ее Микоту в соло. Слушайте, ну пока засолочка начинается у нас от бумов. Они жарят по линиям. И сейчас как бы еще снова Морфинга они попытались убить. Да, стрелой попадает. Перекачка крайне медленная на первом уровне. Скачет у нас, как может, на своей сове Мирана для того, чтобы догнать. Но не смог поддержать ее Тейтхантер, который был замедлен Игнайтом. Поэтому пришлось отпустить. Но Морфлинг теряет Реген. Возможно, ему придется работать за еду. Себе вот именно на Реген что-то вывозить. Ты одна будешь комментировать? Да, сегодня да. Там у нас Форсетский заболел на квалах на Эпик Лигу. Пришлось инмейта оттянуть. Так я должна была с инмейтом, но буду одна. В последующие дни тоже буду одна сидеть. Так что, ребята, у нас тут засолочка моя на комментирование Азии на ближайшие дня три получается. Хотя завтра, насколько я понимаю, игр там не будет. То есть перерывчик такой организован в плейл в стадии. Блин, ну бедный Морф, его просто душит. Тут даже на отводы не отойти. Огрмаг вынужден постоянно бейбиситить этого Морфлинга. И приходится тут как-нибудь разбираться. А Микота второй раз в соло забирает Джеймса. Как-то получается. Вот как она так подставляется. Что она, блин к ней? А, да. Все, тогда понятно. Вот она пожадничала. Решила кортик на двоечку взять. Надо было все-таки блинк брать. Но на четвертом точно уже возьмет и не будет умирать. Понятно. Хотя по левелу уже обхождение очень серьезное у Микота. И он просто за счет этого может быстро шестое поднять и даже с блинком ее догнать. Да, эта квапа у нас явно не айсберговская. Она тут у нас слабая женщина получается. Ну, кто-то же должен мид проиграть в конце концов. Так. У Андаинга тут уже и соло рипчик готов. Хорошо. Умереть будет трудновато. Я так понимаю, что Джеймси в смоках бежал для того, чтобы ускорить свое передвижение. Потому что у него тут ресурсов мало, и тпшки откатываться не успевают. Да ладно, парень, ты сейчас опять умрешь. Серьезно? Не подходи ты к крипам со своим скримом. Господи, пытайся с ручки добивать. Максимальные проблемы. Возможно, даже стоит в лес пойти легких крипов побить, которые уже со скримом могут забраться. Но скрим слабенький, первого уровня. Если бы качалась 0-1-2, то она могла бы действительно в лес отойти. А здесь она с такой прокачкой очень много уже себе заруинила. И на линии постоять толком не может в итоге. Вот. У нее ботл-то нет. Ясное дело, должен быть. Уже у штурм спирита. Да, и он отпил его полностью. И рунку для него будет контролить Огр Мак. И так. Внизу рунка. Нет, наверху. Реген еще. О, господи, как повезло-то. Сейчас можно немного подмариновать его до 6-го левела, и он может убивать спокойненько Джеймса и с фуловыми ресами возвращаться на линию. Это хорошо. Или можно даже переместиться куда-то. По крипам, ясное дело, здесь тоже развал кабинетов, потому что умирал все-таки у нас товарищ дважды. Так. В стрелу и попали. Ну, это легчайший фраг. Стрела ловит, ремнанты ловит, все ловит. Ну, этот паренечек, друголетчик тут. Залил катку, можно сказать. Я думаю, что такой перифиженный шторм уже может не проиграть. Все-таки на линии три фрага, сделанных келенспри на четвертой минуте. Это сильно. Сейчас еще вражеский бунтос, он хочет законтролить, потому что я вижу. И там будет огромная проблема по деньгам, снова болятся. Все-таки у нас тут и Морф, очевидно, не дофармливает по крипам. И у Марса, у единственного, все более-менее хорошо. А один Марс, к сожалению, он не вывезет. Ему нужен хороший демош в его арену. Не, ну, конечно, он может соло убивать, но далеко не всех. Андайнго, он не убьет соло. Там, Тайда не убьет соло. Мирану разве что ловить. Или шторма, если очень повезет, но это прям нужно. Так, стрела, опять полетела. Микота уже с шестым левелом и заряженной ручкой бежит убивать эту Мирану. Превосходство, 2000 преимущества. И смотрим, что у нас по Нетверсам. Два. Ксаря нафармил Ван. Все остальные тут вообще ниже Плинтусов. Два раза больше нафармлено было Штурмспиритом на этой линии. И я думаю, что существенная уже часть этого фарма — это именно убийство Квапе. Что же она так, я не знаю, неаккуратно играет, я понять не могу. Но ей лучше вообще не появляться на линии. Хотя тут это может уже не помочь, потому что Мирана и Вижен расставила и собирается ее сталкерить уже до следующего прихода на линию. А вот сейчас как раз-таки можно еще одну перспективную стрелу словить. Мне кажется, лучше начинать с вырыва от Штурма. Он вполне может ворваться и подцепить ее. Но получается начать даже со стрелы. Бабка оказывается рядом. Бабка-печенька попытается подконтролить ситуацию, но слишком много магии. Микота вполне мог бы побежать и рвануть за Джеймси, но он не хочет рисковать стриком. Вполне уважаемое решение. Как отключить двух комментаторов? Можно, в принципе, звук выключить. В принципе, музыка дота и скиллов тоже не супер решает. У нас тут стрела полетела, но в этот раз, по-моему, крепочка она залетела, если честно, не заметила Джеймси. Пытается разобраться с Микотой. Микота мана закончилась, но жадность сгубила эту квапу. И видим, что она в очередной раз уже в пятый юбилейный умирает. Ну и помимо этого Морф у нас оказывается в таверне. В Соленово, причем его как-то здесь через ревидж Тейтхантер оформил. 3000 преимущества, но здесь все, здесь не вытащили. Здесь, конечно, понятное дело, на скеле переигрывают. Шторм, у которого быстрый ворчит появляется, а потом после этого фаст... Как? Вот как это случилось? Скажите, пожалуйста, как можно было в этой ситуации словить? Ну ладно. Бага хоть в этот раз шторма рядом не было, и она не умерла. Так бы это был бы изичайший фраг шестой уже. Или и так будет изичайший фраг шестой. Да, напросил на половину хп. Микота поддерживает Эрик немного жизнедеятельность своей квапы за счет печеньки. Не дал полететь дальше. Но Микоту просто не наглеть, не рискует. Так бы он еще парочку лишних фрагов мог бы себе заработать. А так такое ощущение, что у нас Трей на шторме играет. Это каточка, которую он бустит. Там разве что вот у нас лишнего корма Спектра не получает. Ну, бог с ней. Последние две каточки они выиграли фаворитов. Они у Тиньси 2-0 выигрывали. По-моему, у Аманкаса они 2-0 выигрывали. Но против самых днищ группы они проигрывали, ну, как минимум, одну карту. Ну, в целом, да. У них там лузов нет вообще. У них 8 ничьих и одна победа. То есть они очень много аутсайдерам карт отдавали. Серии-то нет, а вот карты, да. Поэтому, в принципе, я вот серьезно не отменяю такого расклада. То, что может быть, что и здесь 2-1 случится. Но пока эта карта явно не претендентна на такое. Да и в целом пока очень складывается ощущение, что уровень игры слишком разный у этих двух команд. И трудно будет хоть карту отдать бумам команде Сигнол Ультра. Бумы, в принципе, такой уже крепкий топ-4, топ-5 региона на протяжении довольно многих лет. Даже учитывая тот год, когда были и Минески, и Фнатик, и Тиньси на подъеме в Азии. Даже тогда они, в принципе, вписывались вот где-то за шаг до окончания квалификаций. Там еще гигфамы такие же крепкие были. Но потом у нас ситуация сложилась не самая приятная сезон. Мы по лигам, они вроде как неплохо движутся. Все-таки они в прошлый раз в гранд-финале были. 3-0 проиграли, но они таки были, добрались до туда. Все-таки у нас довольно много денег дается и за второе место. Но победителей запоминают, а второе место нет. На топе вышечку у нас хотят прибрать, но здесь есть телепорт от Тайдхантера. С ним лучше не шутить, его все равно не перебить с теми ресурсами, которые есть у команды Сигнол Ультра. Поэтому лучше отступить. Внизу Огрмак ждал. Видимо, что кто-то занаглеет и пойдет пушить тавры, под чью-то тпшку может поубивать. Но Дримацелл больше интересуется гриппами, нежели вышкой. На миде ясное дело потеряно, у нас уже тавр оказался. Клопа вообще в салатень мид проиграла. Ей будет очень трудно из этого выбраться. Видим 10-ая минута, все, что у нее есть, это Боттл и Нулик. Это беднейшая Клопа. Так, у нас полетела Джеймси. Все. Полетела Клопа, снова на крыльях ночи умирать. Да. Интересно, он всегда так играет или у него просто каточка неудачно вышла. Я соболезную этой Клопе и ее команде. Шесть фрагов из восьми команды бумов заработанных и сделаны именно на Клопе. Так, Тамба у нас провафлена оказалась. Ну, Кискют в любом случае не мог бы телепорт никак останавливать. Надо было Микота врываться. Но Микота не захотела лезть, потому что там могла оказаться толпень. Все-таки у него стрик очень приличный. За него рубасов 500-700, я думаю, могут вполне себе срубить на данный момент. Учитывая гикий перевес со стороны команды Бома Спортс, вполне себе заскилилось бы очень много денег с такого фрага. Но пока у них ноль фрагов. Какая боль, какая боль. Сигнал ультра сейчас будет 9-0, да? Да. Клопу просто захейтили прямо. К ней раз за разом возвращается, потому что она сладкий пирожок. Потому что, кажется, что и раз можно халяву забирать. Но у нас появилась Аренка, и хотят под ульту бабки ее раскастовать. Ее полетело там также у нас воевать еще и Спектра, и она хочет Эрику и забрать. Но Эрика тут у нас точно погибнет. Тедримасел забирает этот фраг и ванна стесни. Размен тут вообще никакой даже не предвидится возможным, потому что ОФБЗ слишком много хп, а он самый лоухитовый из находящихся здесь был. Ну и минус 3 легчайший оформлено, и врыв в Тайтхантера. Это мне напоминает знаменитый гоубьем Тайтхантера до ультимейта. Здесь примерно так оно и сложилось. Но понятное дело, что он боится магического дэмэджа по идее, но у него уже был худак. То есть в любом случае у него сопротивление магии, даже в пассивной форме, повышенное. И из них двоих было более перспективно пытаться цеплять андайинга. Но возможно просто Марс не заметил андайинга вовремя. Или хотел на них двоих поставить тамбу, но не получилось. Это Байт? Выглядит как Байт, то что он здесь лежит. Но скорее всего просто кто-то откопал и забирать не стал. Так, ну что, Штормспирит у нас уже с Орчидом. Двенадцатая минута Орчид и тысяча золота относительно Бладстоуна. Да, этот Бладстоун обещает быть с зарядами 50 такими темпами. Двенадцать ноль. У Марфилы-то там что? У Марфилы можно было бы сказать, что все неплохо в целом-то идет, если бы не было такого огромного перевеса. Все-таки он два раза фиданул, это в пределах нормы. Стрелой туда на нас не получилось попасть, потому что Микота слишком далеко оттянул. Но он с Орчидом и сам спокойно справляется. Магического дэмэджа хватает за глаза. Тут тоже бы худак не помешал этому господину, но он хочет собирать сиюлсептер, чтобы хоть как-то инициировать. Хотя, очевидно, он уже никого не убивает через эту инициативу. Ну, то есть, как-то обычно работает. Собираешь юл, пригваждаешь их к собственной арене, арена бьет, копье тоже хорошее дэмэдж наносит при втыкивании в тебя. И помимо этого, там еще можно с ручки побить. Но здесь уже очень много денег даже у саппортов. Ондайн-то не считается, он в любом случае откачивает эту силу и за счет этого по хп-шке держится. А все остальные, ну, ноль шансов. Так, что тут у нас? Морф уже близится к идее о манте. Да, тут маг паракастом даже не пахнет, конечно, потому что пробиваться никто не будет. Я думаю, пайпу пахнет можно на Тедди. Да, он собирается сделать пайпу. Оф-инсай. Старей не бустит уже. Я последний раз смотрела его в 16 лет. Да, 6 лет назад. И тогда он бустил на Шторме и на Тимфарке. Так что, видимо, моя информация не актуальна. Так, Кискют. Кискюта должны разобрать. Ну что ж, открываем шампанское, ребята. Первый фраг для Сигн ультра. Хорошо. Развалычи пошли, так сказать. Жаль, что у этого парня ноль фрагов, не то чтобы там стриков и денег с него срубили. Не ахти. 300 золота. Что-то маловато получилось, несмотря на такой перевес. Так, Иван у нас погибнет в качестве мести. Его тут отправили в таверну. И можно вполне себе на Джеймса напасть. Орчет там как? Орчет через 9 секунд только будет. Да, это печально. Было бы Орчет, сразу бы убивали. Ну, можно было бы прицепить через Вортекс, но Вортекс бы закончился гораздо быстрее, чем откатился бы Орчет. Так что это тоже было скорее на тоненького. Стрела, скорее всего, тоже была на Вана потраченном. Стрела, гипнострела, доджет. Огармак. Красавчик. Молодец, крепко играет. Но 10 тысяч преимущества пока не отнять на 14-м минуте. Ну, даже на 15-м, можно сказать. Сейчас у нас есть вероятность, что 4 баунти руна законтролятся командой Бумайди. Пока что ФБЗ обошел лицом торговать. Покупать никто не хочет. Возможно, надо просто немного снизить цену, которую он себе набил. Микото. В инвизе бежит. Выбежал из-под центрячка, но его позиция здесь спалена. В целом-то ФБЗ пришел. Надо бы, наверное, Ромагу нажимать. Но у нас пока что приходит Дримасел. Дримасел разбирается где-то там в стороне. Но Аббат уже погибать должен. Но Угромак разваливается быстрее. И его тиммейты тоже. И Аббат тоже находится под Спиритвеселом. А это означает то, что жизнь для него уже закончена. Но он уже перекачался как смог. Еще один Спиритвесел, он до базы нет бежит, чуваки. Всегда освежает. Да. Свежесть Альпийских гор у нас. От этих трупов. Они даже сгнить не успевают, как сразу новые появляются. 13 тысяч преимущество. Тим Вайп на ровном месте. В размен на Андаинга, правда, опять. Но тут он у нас, видимо, главный претендент на Кикас команды будет с такими смертями. Ну что там. У нас Вача дослужилась за счет Спектра. До 7 ассистов дослужилась. До Бладмейла. И, в принципе, Монта Стайл у нее тоже на подходе. И дабл дэмэдж появляется для Микота. И, в принципе, он уже практически с Солл Бустером. Тоже довольно много прибавляет с точки зрения хитпоинтов, мана-поинтов. И будем смотреть на то, как он с дабл дэмэджем кого-нибудь засолит. Но он может это сделать. Почему Тайд Синий? Это призрачный скин. Прошу прощения, у меня камера уехала. А, тут Огрымаг. Огрымаги погибают. Это скин с Дайр Тайдом. Там падают такие, как бы, призрачные. Ну, не с это, а вот, типа, табличи. По-моему, на всех это персонажи есть. Мне какой-то один сундук с Дайр Тайдой с такой фигней выпал. Там персонажей на 20 было. Так, и спьют. На него наорали. Живет пока. Да, есть. Просто один Слоу Рипа поставил еще помимо этого Тамбу. И Джеймс не должен будет умирать. Он ворвался сюда с блинка. А врываться с блинка первого левела, это означает, что это дорога в один конец. Вот так вот. И где-то там нашли еще снова Морфинга, который решил насладиться Крипами. Но теперь наслаждается отдыхом в таверне. Beyond Good Like Strik 12.03. Шторм. Сын маминой подруги у нас. Очевидно. Римасел тоже тут уже. Ласочки пьет. Видимо, там накопанные. Да, причем Шторм Спирит сам копает. Лично. Скорее всего, он это делал во благо своего ботла. То есть, если копнет баунсеру, ну, чтобы можно было этот ботл себе подлить и не бегать лишний раз на базу. Все-таки он много убивает, и мана тратится у него достаточно быстро без Бладстоуна. Регена не хватает. Ну, Т2 вышка, понятное дело, будет падать. Можно и на мид пройтись. Здесь даже Рошан не нужен. Это все-таки превращается в какое-то избиение младенцев. Так, снова тени берут. Команда Бумази и Ивана можно цеплять. Да, решили начать с него. Не мелочиться. Стрелу он задолжил Юл Септером. Красиво! Красиво! Ну, все равно будешь умирать. В целом-то можно на Рошана зайти так просто, чтобы скучно не было. Но это скорее больше трата времени, тем более, что у них нету таких Рошан-дэмэджа моментов. Ну да, у них нет никакого минуса армора, есть только дэмэдж-спектрим. Хотя сейчас его кач не хватает уже. Неплохо пробивает. Я думала, будет хуже. Нормально. Заберут. Могла бы Клопа сейчас ванвей выход сделать, украсть. Это Егис, но я думаю, что они даже мало подозревают о том, что здесь он может забираться. Ну и они не могут себе позволить такому аспекту на Рошане, конечно же, с таким перевесом. Юл Септер есть ван. Должен был мне код пригвоздить, но оказалась гениальная стрела от Мирана, которая решила все проблемы. Это минус Марс и минус его ульта, соответственно. По байбекам, скорее всего, там тоже все тухленько у команды. Ну да, понятное дело, одна бабка и то чудом накопила на байбек, хотя, в принципе, 70 рублей не хватает для него. Безумно дешевые вайбеки, все-таки ранний тайминг игры у нас, плюс левелай низкий очень. Так, это предпоследняя внешняя вышка, но можно и на хайграунд пойти, я не вижу причин мелочиться. Хотя Мирана зря там эта бабушка не стала мусолить, но она хочет, возможно, еще поубивать. Фракстат все-таки сам себя не набьет. Так, 0-9-0, 0-2-2, 0-4-2, 0-4-2, 0-4-2 и 2-6-8. Ну вот оба фрага Марс забрал. MVP этой каточки, я считаю. Так, кто там у нас попался? Чуть было бабка, не попалась, но она смогла уйти. Ну или даже, возможно, Клопа, которая успела отпрыгнуть. Тут я не знаю, в чем смысл. Они, видимо, Огрмага ждут и хотят последний бой дать. Но они будут драться против шестерых, Иван может просто умереть до того, как бабка раскастуется. Так, в принципе, и случилось. Бабка тоже погибает. Джеймси АФК в лесу встал. Ну, нет, не АФК. Там что-то какие-то признаки жизни подает. Но, в общем, смысл не писать ГГ в этой ситуации. Ну, слава тебе, Господи. Правильно? Правильно. Все правильно сделали. Ну что ж, за 20 минут у нас Бум и Спорт справились со своими соперниками. Получилась катка крайне однокалиточная. И тут даже посудить-то не о чем. Это просто, по сути, соль для шторма была. И мы видим то, что Клопа плохо очень отстояла. Ну, это понятно, что она плохо отстояла. Но хотелось бы узнать в ближайшее время парень по жизни ни о чем на меде. Или это все-таки проблема именно в Клопе, то, что он плохо на ней играет. Все-таки она сейчас не самая медовая. Возможно, мало наиграл. Возможно, вот так вот это все случилось. Тем более, герой против тебя активный и боевой на миде стоит. Не какой-нибудь там ДК, который довольно маловероятно такую же Клопу бы убивал. Но вот будем смотреть теперь тогда уже на следующей катке. Во что там выйдут, что будут пикать. Надеюсь, все-таки не Клопу. Слишком уж она накормила шторма. То есть по остальным линиям еще можно было как-то там более-менее потерпеть. А здесь просто корм. Не знаю. Это разочаровывает. Но вот Бумы показывают наконец-то чемпионскую игру нормальную, которую показывали, которая довела их до гранд-финала на прошлом саммите. Но здесь нужно еще немного поднажать. Все-таки это сетка лозеров на вылет, все дела. Ну а мы будем уходить на паузу и ждать, соответственно, когда у нас следующая каточка захастуется. Скорее всего, минут 10, максимум 15 перерыва у нас будет. Продолжение следует...